Мне люди говорят, что когда он заводится, кажется, что он хочет пойти кому-то набить морду. Тут вообще все было видоизменено, начиная от подвески, от мотора и системы выхлопов, она когда заводится, она очень грозно звучит. Таких машин, я не знаю точное количество, может быть, 30-40. Кёниг Спешлс также модифицировал Феррари, то есть они не только BMW, они модифицировали. Сколько машин они видоизменили, точной цифры нет. Единственное, что я могу сказать, что у меня есть сертификат, что тоже очень редко, когда ты покупаешь Кёниг, обычно они идут без документов. Вот сколько я смотрел, я еще пару машин видел. Да, понятно, что это Кёниг, потому что никто такое чудо сделать, кроме их, не мог. Но у меня каким-то образом, я купил эту машину у человека, который работал на корпоративный офис Мерседеса Бенса. Его прислали в Америку, он сам немец. И он эту машину таскал по всему миру. Пару лет тому назад ему было предложено уехать в Аргентину работать на Мерседес, и он решил продать машину, оставить ее в Америке. И каким-то образом я успел, я ее увидел, договорился. Это была очень непонятная сделка, потому что у меня не было возможности полететь. Он был в штате Джорджия, у меня не было возможности по времени полететь и встретиться с ним. Потому что обычно, когда такие суммы денег передаются, хочется вообще пожать человеку руку, посмотреть ему в глаза, понять, вообще существует ли такая машина. В этот раз у меня не было возможности. Я человек ненормальный. Ну, понятно, да, уже, что немножко странный. По жизни иногда рисковал. И в этот раз я решил рискнуть. Расскажу интересную историю. Значит, я когда с ним договорился о цене, чтобы понять, что машина существует, я попросил его, чтобы он встал перед машиной, купил газету, свежую газету. И чтобы он с этой газетой у машины, чтобы я видел число, которое было напечатано на этой газете, с его, я это у него потребовал как доказательство того, что он существует, что машина существует, и мы с ним общаемся в реальном времени. Он это сделал. Я со страхом перечислил эти деньги, потому что деньги, когда со счета уходят, перечисляются, ты их обратно получить уже не можешь. Это, ну, это факт. Деньги пропадают. Я, будучи ненормальным человеком, перечислил эти деньги, послал компанию по транспортировке, потому что эта машина, ну, одна из самых дорогих, наверное, в коллекции. И эта машина ко мне пришла там через неделю, и я был в жутком восторге. Так вернемся к документам. Этот немец, естественно, он работал на Мерседес. У него были все документы на машину. У меня с собой их нет, они лежат в другом месте. У меня есть, у меня есть огромное специальное такое место, где я храню все документы на машины. И на данную машину есть сертификат с Кернинга, где Кернинг описывает модификации, которые были применены к этой машине, плюс то, что в этой машине были установлены два турбонаддува при изменении и выпуске этой машины. Поэтому, и там также было написано, что таких машин именно с модификацией мотора всего было произведено две в мире. Хочу заметить, этих машин больше, но почти все они просто с обвесом, с видоизмененными сидениями, добавлением деревянных аксессуаров в интерьер машины. Но, насколько я понимаю, машины, которые были модифицированы именно по мотору, по механике, их очень мало. И именно такой модели всего две в мире в соответствии с сертификатом, который у меня есть от Кернинга. Также хотел заметить, что машина оригинальная от Кернинга вышла в красном цвете. Они делали красные машины, очень много красных и черных. И предыдущий владелец посчитал, что в черном цвете она будет выглядеть более правильно, и он ее перекрасил в черном. Но с Кернинга она шла в красном. Да, когда я сел за руль и услышал звук мотора, который через выхлопную систему выводилась в наш мир, я, конечно, был в диком восторге. Самое интересное, что машина едет боком. Здесь есть задний редуктор. Он не открытый, а там установлен дифференциал с ограниченным прокручиванием. Поэтому можно эту машину ставить боком, что я и делал. Мне люди говорили, что оставь покой такие машины, там с них пылинки нужно сдувать, а ты на ней гоняешь. Помимо эстетического наслаждения, которое приносит мне эта машина, потому что для моего глаза эта машина очень красивая, но также она необычная. Можно увидеть АМГ, можно увидеть АМГ, вон белая стоит в широком корпусе, white body их называют. Да, их мало, они редкие, но их все равно везде все видели, как-никак эта машина известная. Кернинг, это уже другой уровень, абсолютно другая категория этих машин, практически никто не видел. А поездить на этой машине и почувствовать эту мощь, этот звук, для меня это, конечно, было огромным удовольствием. Хочу рассказать последнюю историю к этой машине, обязательно я должен ее рассказать. Я, у меня здесь есть знакомый в Майами, его зовут Ило Кинг, я про него уже писал на Инстаграме. Кстати, если кто-то имеет возможность заходить на Инстаграм из моих подписчиков на Ютюбе, рекомендую. Инстаграм для меня очень легок в использовании, я иногда выкладываю туда информацию, я не пытаюсь вам продать свой аккаунт, счет на Инстаграме, чтобы вы зашли и подписались. Я совсем не про это говорю, просто я говорю, что если вы хотите следить о каких-то последних новостях, о том, где я бываю, что я делаю, кого я встречаю, то я вам очень сильно рекомендую зайти на мой Инстаграм. Это человек, который в Лондоне имел свой Моро Мюзеем, это музей автомобилей. Он его закрыл и переехал в Америку на постоянное место жительства. Сейчас он живет в Майами, у него было 282 машины в одно время, но из-за, как он объясняет, чтобы оставаться в браке, и ему жена поставила определенные условия, и сейчас у него всего 181 машина для сохранения брака, он должен был 100 машин куда-то распродать. Так вот, он очень интересный человек, и это совсем, мы не говорим про деньги, или про статус, или про количество машин, мы совсем о другом говорим. Это человек, который связан, он автолюбитель, он заражен этой темой, он всеяден, то есть у него нет какой-то марки или эры машин, которые он коллекционирует. Он любит все машины, у него есть очень много, у него есть старые Кадиллаки, у него есть немецкие машины, Иво 2 в 201 кузове, я ее снимал, которых всего было 502 машины, выпущенные на весь мир. То есть у него есть немецкие, итальянские, он собирает различные машины, но больше всего он, конечно, автолюбитель, он открыл в Майами гараж, в котором он делает еженедельные сборища автомобилистов, от уличной моды, когда приезжают машины на 24-дюймовых колесах, до супермашин. Вот на прошлой неделе я у него был, он делал вечер, посвященный Форд против Феррари, известный фильм. Он привез Феррари и Форд и привез человека, который дал все машины для съемок фильма, все машины, заведовал всеми этими машинами. Есть такая фабрика в Южной Африке, South Africa, и там есть фабрика, которая производит машины Форд, Шелби. И этот человек предоставил 36 машин для съемок фильма «Феррари против Форд» или «Форд против Феррари». И был вечер, пятичасовой, с ужином, на котором я присутствовал. То есть этот Ило привозит интересных людей, объединяет разные группы разных, это не про коллекционирование, просто автолюбителей любых машин. Так вот, долгая история, я вам уже задурил голову, вы заснули, половина, наверное, уже выключила YouTube. Но тот, кто дослушал, я вам расскажу самую интересную историю. Когда Ило увидел мой Кернинг, кстати, у него два Кернинга, я их еще не видел, но у него они есть, он мне сказал. Так он, когда увидел Кернинг, он меня спросил, или я знаю историю самого ателье и человека, который придумал вот эти все обвесы, и что с ним случилось. То есть я примерно знаю историю, я знаю, что это компания в 80-х и что в 90-х годах она вышла из бизнеса. Но он рассказал, что эта компания была круче АМГ, она была самая крутая из тюнинга, но так как этот человек, по-моему, был не из Германии, то немцы еще какие-то силы его не очень сильно любили. Ну, это такой рассказ. Так вот, он сказал, что человека, который придумал этот обвес и занимался, был директором и основателем компании Кернинг, после того, как он сделал вот этот вот обвес, Феррари увидела это и украла у него эту идею. И они применили точно такие же полоски, если кто-то помнит, на модели Феррари Тестероса, которая выходила в конце 80-х годов, и был небольшой скандал, разборки, кто это придумал и так далее. Но это такой слух, который мне рассказал Ило, я не знаю, я еще его не проверял, не искал никакой информации по этому поводу, но Ило убежден, что Кернинг круче был и АМГ, и всех на свете, и что Кернинг был настолько силен, что даже повлиял на дизайн Феррари в 80-х годах, когда они сделали Феррари Тестеросу. Как мы видим, очень здесь есть много общих элементов. Да, это известный обвес, его также использовали на 126-х Мерседесах четырехдверных. Полка колеса заднего абсолютно сумасшедшая, я даже не знаю, сколько это, я думаю, сантиметров 15, наверное, такая широкая полка, машину реставрировали, на ней 55 тысяч километров, во всяком случае, на инструментальной панели. Я, мне кажется, что это пробег оригинальный. Я также видел эти машины в странах на Востоке, где просто они все были порезаны с проводами, с дырками на сидениях. Недавно я смотрел видео, мне прислали, я не знаю, в какой это стране, но на ней чуть ли не картошку возили. И сейчас, я знаю, люди ищут, особенно в странах Востока, пытаются купить оставшиеся эти машины, привезти их в Европу или в Америку и начинать их реставрировать. Я сегодня разговаривал, известный человек, есть Людвиг Байзер, так он мне рассказывал, что у него есть друг, который купил, он мне показал эту, кстати, машину, прислал видео, где его друг купил этот Кернинг без мотора. И вот сейчас он будет устанавливать туда мотор от Мерседеса. То есть эти машины постепенно находят свой путь обратно в руки коллекционеров, которые их восстанавливают и будут восстанавливать. Мне повезло, мне не нужно было восстанавливать эту машину. Вот здесь тоже везде написано Кернинг. Вот это очень типично тоже, диккелс. Это практически на каждом Кернинге. Для воздуха врезаны в капот специальные жабры. Здесь стоят две турбины. Мы не могли отрегулировать давление топлива. Мы думали, что здесь стоит заводское оборудование для впрыска топлива. Но мы его раскрыли. Здесь абсолютно, как мне объяснил механик, там все абсолютно было изменено. И абсолютно другие детали, хотя с виду похоже, что это сток. Ну вот он. Зверь. Ну, красиво. Злая машина. Типичные 80-е и 90-е года. Посмотри на ширину. Это переднее колесо. Ты можешь себе представить? Жалко, что невозможно вывернуть заднее колесо. Но если бы его можно было вывернуть, то можешь себе представить, какой ширины это колесо. Видишь, руль тоже Koenig Specials. КС прямо посередине. Сидения очень редкие. Recaro. Recaro компания до сих пор существует. Она в бизнесе. Эта модель сидений уже не выпускается. Это, если я не ошибаюсь, это Recaro Classic. И этих сидений просто тоже уже нет. Они, если их находят, то их восстанавливают. В любом виде они стоят от трех, я даже видел, 15 тысяч долларов уже восстановленные за пару сидений. Очень редкие сидения. Дорогие практически во все тюнинговые компании 80-х, 90-х годов использовали сидения Recaro. Даже если мы подойдем к 109-му, то здесь тоже точно такие же сидения, только велюровые. И все это кусочки истории. То есть мы сегодня стоим, 2021 год, и мы можем притронуться, прикоснуться к машинам, которые были вручную собраны, модифицированы в конце 80-х, 90-х, которые мы видим или видели на картинках, на жвачках, на вкладышах, там, я не знаю, на календарях. Сегодня мы можем их увидеть или на интернете, или даже иметь возможность иногда увидеть их вживую на каких-то шоу, выставках, или даже приобрести и начать их восстанавливать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова